Возьмем короткую стальную трубку и нагреем ее в пламени газовой горелки. Трубка раскаляется и постепенно начинает светиться. Чем горячее прогреваются ее части, тем ярче они светятся. И при возрастании температуры цвет из малинового становится красным и даже оранжевым. Опыт показывает, что цвет и яркость этого излучения не зависят от того, из какого металла сделан образец, и определяются только его температуры. Закон смещения, согласно которому длина волны в максимуме излучения обратно пропорционально абсолютной температуре, вывел в 1893 году немецкий физик Вильгельм Вин. Температура поверхности Солнца 5800 градусов Кельвина соответствует максимуму излучения с длиной волны видимого желтого света 0,5 микрона. Нить электрической лампочки накаливания разогрета до 2500 Кельвинов с максимумом излучения в невидимом инфракрасном диапазоне на длине волны 1,2 микрона. А на видимый свет приходится лишь малая доля полного теплового излучения лампы. В нашем опыте максимум излучения трубки с температурой 1200 градусов Кельвина сдвинут еще дальше в инфракрасную область и приходится на длину волны 2,5 микрона. А полная интенсивность излучения изображается площадью под графиком. И по закону Стефана Больцмана она пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры. Если температура тела увеличивается в два раза, то интенсивность излучения вырастает в 16 раз. Этот бесконтактный датчик температуры измеряет интенсивность инфракрасного излучения с поверхности тела и пересчитывает его в температуру. Сейчас он показывает температуру в комнате. Направим его на ладонь. Датчик регистрирует тепловое излучение, идущее от ладони, и показывает, что ее температура составляет 33,5 градуса Цельсия. Температура воды в кружке равна 80 градусам Цельсия. А температура раскаленной медной пластинки составляет 300 градусов Цельсия, и она быстро падает. Металлурги определяют температуру нагретых и расплавленных металлов без всяких датчиков, по их цвету, пользуясь специальной цветовой шкалой. Металл едва начинает светиться при 600 градусах Цельсия. Вишнево-красному колению соответствует температура 800 градусов Цельсия. Оранжевый цвет – это 1000 градусов. Светло-желтый – 1200 градусов. А при 1300 градусах Цельсия цвет металла становится ослепительно белым. Но как же так? Ведь по закону Вина этому цвету соответствует гораздо более высокая температура – в несколько тысяч градусов. Объяснение этого парадокса пишите в комментариях к нашему ролику на Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин